В Азербайджане пополнился список персон нон-грата. Министерство иностранных дел жестко отреагировало на незаконную поездку кандидатов президента Франции Валерии Пекрес в Карабах. В Франции вручена нота протеста. До внимания Парижа было доведено, что Пекрес, посетившая суверенную территорию Азербайджана без разрешения официального Баку, нарушила национальное законодательство страны. Особо было отмечено, что подобные действия французских политиков наносят вред двусторонним отношениям. Кроме того, они ставят под сомнение авторитеты возможную роль Франции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, Азербайджан предельно доходчиво дал понять, что не намерен мириться с неуважением к своему суверенитету и территориальной целостности. Провокации против Азербайджана чреваты серьезным ущербом для связей с государствами, граждане которых позволяют себе нарушать азербайджанские законы. На этом тему можно было бы закрыть, если бы не одно обстоятельство, вынуждающее ее продолжить. Армянская пресса анонсировала проведение в Ханкианди международного профессионального турнира по смешанным единоборствам. Согласно информации, запланированное на 28 декабря соревнование посвящено памяти павших героев 44-дневной войны в Карабахе. В данном случае под героями подразумеваются участники военной агрессии против Азербайджана, уничтоженные в ходе контроперации по освобождению азербайджанских территорий. Сообщается, что в турнире помимо армянских сепаратистов Карабаха примут участие бойцы из Армении и Ирана. Если верить афише, то ожидается, что в Ханкианди прибудут по меньшей мере семь иранских спортсменов. Наверняка предусматривается, что их будут сопровождать представители тренерского штаба и технического персонала. Таким образом, получается, что в Армению, а оттуда на суверенную территорию Азербайджана, из Ирана планирует выехать целая делегация. Едва ли это возможно без оформления соответствующей документации со стороны иранских госструктур. То есть о предстоящей поездке в Тегеране уже явно осведомлены. При этом есть серьезные сомнения в том, что иранская сторона контактировала по этому поводу с Баку. Разрешить на своей территории так называемый международный турнир памяти ликвидированных армянских оккупантов Азербайджан не может дать по определению. Организация в Азербайджане любого международного мероприятия, спортивного или иного рода, возможно лишь при участии соответствующих государственных структур. А копавшееся в Ханки-Анде преступное сепаратистское сообщество не обладало никакой легитимностью до войны, и тем паче не может похвастаться он и после. Тем самым затевающийся в Карабахе турнир носит однозначно незаконный и провокационный характер. Предполагаемое участие граждан Ирана в подобной авантюре, тем более подаваемой под таким оскорбительным соусом, абсолютно неприемлемо. Особенно учитывая, что отношения между Баку и Тегераном только начали возвращаться в конструктивное русло после недавнего кризиса. В октябре иранские власти официально запретили своим гражданам осуществлять незаконные грузоперевозки на территорию Азербайджана. Соответствующее письмо было направлено Иранским управлением по международным перевозкам и транзиту национальным компаниям, специализирующимся на международных грузоперевозках. Основанием для этого письма послужила директива Министерства иностранных дел Ирана. В документе была особо подчеркнута важность уважения территориальной целостности Азербайджана и недопустимость нарушения его границ. Тем самым Тегеран подтвердил свое уважение к суверенитету Азербайджана не на словах, а на деле. В Баку конструктивный шаг соседней страны оценили по достоинству. Ирану были незамедлительно возвращены двое граждан этой страны. Они были задержаны месяцем ранее за незаконный въезд на освобожденные территории Азербайджана в обход контрольно-пропускных пунктов и контрабанду товаров через таможенную границу Азербайджана. Возникшая в двусторонних отношениях напряженность была устранена. Об этом в частности свидетельствует состоявшийся на днях визит министра иностранных дел Ирана в Баку. В ходе визита было выражено обоюдное стремление к развитию сотрудничества по самым разным направлениям. В том числе иранский министр заявил о готовности своей страны принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. То есть Тегеран на официальном уровне признал необратимость новой реальности, сложившейся в регионе после Второй Карабахской войны. Между тем анонсированная незаконная поездка иранских спортсменов в Карабах с целью участия в откровенно провокационном мероприятии полностью противоречит этой позиции. Надеемся, что Тегеран примет превентивные меры, дабы не поставить под удар наметившийся в двусторонних связях прогресс.